Привет, мои хорошие! Сегодня к вам в новом видео и в сегодняшнем видео мы с вами будем рассматривать два косметических продукта. Это две для меня новинки, которые я вам показывала в предыдущем видео и обещала вам рассказать про, так скажем, подводные камни и подводные течения того, как эти продукты пришли в Беларусь, точнее, какими они пришли в Беларусь и какие они представлены на нашем рынке, что их отличает от тех продуктов, которые представлены в Европе и тем более в Америке, хотя европейско-американская версия отличаются гораздо меньше. Поэтому, да, давайте начинать. Для тех, кто не знает, речь идет про вот эти два продукта. И это у нас консилер знаменитый от Maybelline. Он называется Instant Anti-Age Eraser. И второй продукт – это хайлайтер от Maybelline также. И это их знаменитый Master Chrome. И у меня он в сотом оттенке Molten Gold. Итак, мои хорошие, давайте я начну с маленькой предыстории, откуда у меня появились и возникли сомнения по поводу, в особенности вот этого хайлайтера. И далее мы с вами будем разбираться с составом, с тем, где он произведен и так далее. Этот хайлайтер, если кто-то смотрит англоязычный американский YouTube, он уже очень давно, несколько лет популярен. И это как бюджетный аналог у них для хайлайтеров, например, от Ofra, таких знаменитых, таких прям ядреных, металлических, которые видны за километр. И в то же время его описывают как очень кремовый, что ли, по консистенции, хотя он, естественно, в сухом варианте, но делая свочи, он прямо тает на пальчике, как маслица. И абсолютно не подчеркивает текстуру кожи, абсолютно хорошо сливается с кожей, не оставляет такой вариант полоски. Всех он очень воодушевил, всех он очень впечатлит. Для всех это must-have, бюджетный аналог, бюджетная находка и так далее. Наконец-то этот продукт добрался и до нас. У нас он представлен в нескольких интернет-магазинах. Я его покупала на Wildberries. И давайте разбираться, что ко мне пришло. Пришел ко мне хайлайтер вот в такой упаковке. Упаковка здесь, я уже изучала состав, поэтому у меня тут все расковырено немножко некрасиво, но это не суть. Давайте обратимся к упаковке. Упаковка здесь, в принципе, когда вы смотрите первый раз, точно такая же и, казалось бы, идентичная тому, что представлено на зарубежном YouTube, полупрозрачной и все вот эти надписи. Но здесь не хватает одной надписи посередине, про студию, что-то там. Я вставлю сейчас, как выглядит данный вариант, который представлен в Европе и в Америке с надписью, и то, что приехало к нам в Беларусь. Здесь этой надписи нет, про Maybelline, про их какую-то там студию, что-то там. Это первое различие. Далее, когда мы его открываем, то у всех моих любимых блогеров он открывается и данная упаковка не ходит вот так полностью. То есть она открывается вот до середины и на середине все, она как бы стопорится, чуть-чуть, может быть, туда откидывается. У нас же он открывается абсолютно полностью. Но как бы все это ерунда для меня, это не про сам продукт и, возможно, упаковки где-то делают на разных заводах. Для меня это не имеет принципиального значения, для меня принципиальное значение имеет сам продукт. И обращаясь к самому хайлайтеру, когда я делала сводч первый раз, я уже потому, что я набирала на палец и сводчила, я поняла, что это очень и очень пудровый и меловой продукт, что более пудрового и мелового продукта мне давно не попадалось в руку. И поэтому я очень сильно удивилась. И когда я его набираю на палец и делаю сводч, я не могу сказать, что я вижу что-то прямо сверхъестественное, и тем более то маслянистое и кремовое, для сухого продукта кремовое, что нам обещали все мои любимые блогеры. И никакого здесь космического сияния я также заметить не могу. И поэтому все это навело меня на мысли, не поизучать ли мне его состав. И здесь мы приходим к самой интересной части. Здесь у нас, естественно, для того, чтобы замаскировать наш состав, у нас здесь 150, нужно отклеить вот этих бумажек, одну, вторую. Здесь все штрих-коды, все можно проверить, все это лицензированная, лицензионная продукция. Здесь никаких нет претензий, но когда мы наконец-таки методом проб и ошибок все-таки находим нашу, наш состав. И вот он здесь, я, естественно, сделаю вам фотографию и вставлю, чтобы вы могли видеть. И начинаем читать, и как вы думаете, что у нас на первом месте? Естественно, тальк. Далее у нас идет лист ингредиентов, в котором найти просто соответствие с тем, что представлено на официальном сайте Maybelline невозможно. Естественно, я вам вставлю скриншот ингредиентов, который представлен на официальном сайте. Я его брала на официальном сайте и сделаю скриншот той версии ингредиентов и того, что приехало к нам в Беларусь. И касаемо того, почему же у них он такой нежный, кремовый, так прямо сливается с кожей, потому что у них на первом месте идет не тальк, а идет что-то вроде природного увлажнителя. Все это я гуглила и переводила, потому что я не слишком хорошо разбираюсь в ингредиентах и компонентах. Но, тем не менее, в их версии на первом месте идет тот самый увлажнитель. Это что-то связанное с кокосом, какие-то кокосовые вытяжки, кокосовые экстракты, которые позволяют ему так красиво сливаться с кожей и делать влажный, красивый, металлический, давать влажный, красивый металлический финиш. У нас же на первом месте идет обычный тальк. Далее переходим к следующей интересной части. На официальном сайте стоимость данного хайлайтера 9,99. У нас же на сайте Wildberries я его покупала за практически 13 долларов. Секундочку, 13 долларов. И эта цена была его со скидкой. Но я так его ждала, я так его хотела попробовать. И сравнивая даже с российской и украинской стоимостью, а в России, кстати, он представлен в нормальном варианте, а в Украине вроде бы нет, в Украине вроде бы точно такой же, как и у нас. У нас стоимость в Беларуси самая-самая высокая. В Украине он стоит около 7 долларов, в России он стоит в районе, опять-таки, 7-10 максимум долларов. Это то, что я находила на самых популярных сайтах. В Беларуси он приехал, помимо того, что в самом ужасном варианте, касаемо состава, так он приехал еще и с самой дорогой стоимостью. И, естественно, когда мы пролистываем огромное количество страничек, мы также добираемся и до информации, где он произведен. Причем, что здесь у нас идут такие прямо лозунги, что Maybelline у нас базируется и в Париже, и в Нью-Йорке, и бла-бла-бла. И здесь есть французский адрес. Но снизу маленькой-маленькой пометочкой написано, что сделано все это дело в Китае. И здесь у меня зародились большие вообще вопросы к тому, может ли данный производитель Maybelline выпускаться в Китае, либо это какая-то подделка. Но, ребята, очень долго я гуглила, искала эту информацию, и все-таки я ее нашла. Понятное дело, что Maybelline достаточно большой, известный производитель, у которого очень много концернов по всему миру, и в том числе есть концерн и в Китае. И что продукция Maybelline может производиться в Китае, и сам производитель якобы выбирает для каких стран, из какого концерна продукцию выпускать. То есть, например, если для Европы, для России, для своих американских стран, они выбрали производство, естественно, Франции, Италии, Канада, то для бедной и несчастной Беларуси они выбрали концерн в Китае. И меня бы, в принципе, это не задевало нисколько, потому что многие бренды и Morphe, и такие бренды, как BH Cosmetics, и много известных брендов, они также делают свою косметику в Китае, но у них лист ингредиентов и их состав, говоря по-русски, не отличается ни в одной из версий. То есть, все, что представлено в магазинах, это все идет с одним идентичным составом. В принципе, если бы здесь был точно такой же состав, меня бы вообще не задело, что это сделано в Китае, потому что, естественно, формула была бы такая же, и, соответственно, результат был бы такой же. Далее, касаемо граммов, видимо, для того, чтобы как-то оправдать более высокую стоимость, нам здесь напихали аж 9 грамм продукта. Вместо 6-7 положенных грамм мы получили 9 грамм непонятно чего. И давайте я уже буду переходить к тому, чтобы вам показать его на лице. Естественно, я вставлю скиншоты с видео, о которых я видела, как этот оттенок смотрится даже на светлокожих девушках, и насколько он не вдается в какую-то рыжину, и он смотрится в какой-то легкой бронзовинкой, что ли, но не как что-то инородное, поэтому, да, сможете в этом убедиться. И давайте уже наносить его на веерную кисть. Он очень сильно пылит, видите? Очень сильно пылит. Я стряхну немножечко остаток и повернусь к вам боком. И будем наносить его на скулу. Я бы не сказала, что какой-то отвратительный или что-то еще, но это обычно дешевый хайлайтер за, наверное, 3 доллара максимум, который полностью, полностью подчеркивает всю текстуру на коже. Вторая часть будет посвящена вот этому эрейзеру, он же консилер от Maybelline. У меня он представлен в первом оттенке, 0,1 оттенке, который называется Light, который на сайте называется не Light на Wildberries, а слоновая кость. Это никакая не слоновая кость. И здесь гораздо все сложнее обстоит, потому что в Беларуси представлены 3 оттенка данного консилера. На официальном сайте я их насчитала аж 16. И опять-таки очень большие вопросы, почему именно эти оттенки попали к нам. Как оказалось, мой оттенок это не самый светлый, хотя он по нумерации своей идет как самый светлый. И претензии мои скорее в той цветовой палитре, которая у нас представлена. Я опять-таки сейчас вставлю картинку того, сколько оттенков существует на официальном сайте, сколько оттенков разработано и то, что пришло в Беларусь. И опять-таки возникает большой вопрос, почему именно эти оттенки были выбраны для славянской нации, очень светлокожей нации, очень светлокожей в своем большинстве девушек. И давайте теперь переходить к составу. Состав у нас здесь опять-таки был скрыт, но я до него добралась. И вот он, вот он наш состав. Здесь касаемо состава, все идентично тому, что написано на сайте, хотя изготовлен он был во Франции, и поэтому это наводит меня на мысли о том, что все-таки версия европейская, которая изготавливается во Франции и иногда в Италии, она совпадает с той версией, которая представлена на англоязычном, американноязычном ютубе. И здесь уже претензий в принципе быть не должно, так как состав, я опять-таки все увеличу, все вам покажу, состав с официального сайта и состав того, что есть у меня, полностью один в один, все ингредиенты совпадают. На официальном сайте оттенок Light у нас идет под номером 120, и до него идет еще оттенок Fair, есть еще оттенок, который Brightening, который должен как бы высветлять, есть оттенок Ivory, действительно Ivory, слоновая кость, и данный оттенок позиционируется и написано его название на Wildberries как слоновая кость, но Light это ну никак не слоновая кость. С составом этого продукта мы разобрались, про цвета, представленные в Беларуси, я вам также сказала. Давайте я вам сделаю сводч и покажу, как он смотрится. Давайте вот здесь, как он смотрится на моей незагорелой коже. Естественно, на руке у меня нет никакого автозагара, и, так скажем, рука моя гораздо светлее, и смотрите, насколько темнее он моей кожи. И я уже говорила в видео о покупках, что он гораздо темнее, чем большинство моих тональных основ, поэтому он мне подойдет только с учетом вот этой тональной основы, которая у меня самая темная. И давайте уже переходить к нанесению, и я вам покажу, как он с этой самой темной тональной основой смотрится на лице. Достаточно удобный аппликатор, мы выкручиваем, прокручиваем немного консилер, и с маленьких-маленьких дырочек, которые идут вот под этим мягким аппликатором, выдавливается сам продукт. И вот, смотрите, вот так он смотрится на тональной основе в один слой. И давайте я его растушую и распределю бьюти-спонжиком моим влажным. И посмотрим, как он ляжет. Смогу я его вообще хоть с чем-нибудь носить, либо нет. Вообще, я так понимаю, что если не хотите высветлить зону под глазами, а использовать именно как консилер-корректор, корректирующий, то да, он в принципе должен подойти. Но если вы любитель высветлить именно зону под глазами, то он подойдет вам вряд ли. Ну, смотрите, вот у меня вот эта сторона с консилером, и вот эта сторона у меня без консилера. Конечно, разница есть. Конечно, он очень хорошо корректирует, очень хорошо убирает синячки, убирает покраснение, и немножечко подсветляет. И в принципе, с этой тональной основой он смотрится неплохо. Но, опять-таки, только в варианте для меня загорелой кожи, потому что для моего натурального цвета лица он вообще не подходит, и даже для моего легкого загара он не подойдет. Поэтому у меня, конечно, гораздо меньше нареканий. Он никуда не завалился, по крайней мере, изначально. Не завалился, не подчеркнуло мне мои морщинки, которые у меня есть под глазами. Он очень красиво, ровно лег. И он действительно антиэйдж. Он уже для, так скажем, более возрастного, что ли, более возрастной кожи вокруг глаз. Поэтому в этом плане нареканий к нему нет. Но какая путаница происходит с их сеткой, я хотела сказать, размерной, с их сеткой и вариацией цветов, и насколько все перепутано, запутано, и невозможно просто разобраться. И, мои хорошие, пока я не забыла касаемо цены. Ценник здесь точно такой же, как и у хайлайтера. Цена на официальном сайте 9,99. И в Беларуси, как ни странно, со скидкой я его покупала за 13 рублей. Это около 6,5 долларов. Поэтому в этом плане, конечно, со скидкой его можно приобрести по более низкой и приемлемой цене. Касаемо состава, опять-таки, состав точно такой же, как у нас написано на официальном сайте. И если вам повезет, и вы найдете действительно светлый подходящий оттенок, то я думаю, что это будет для вас находка. И он вас порадует, и он вас впечатлит. Потому что меня, то, что я вижу сейчас, очень впечатляет. Но, опять-таки, мне хочется чуть-чуть больше, чтобы он подсвечивал зону под глазами. И мне этого однозначно не хватает. Поэтому смотрите внимательно, разбирайтесь и читайте отзывы. Так, мои хорошие, это было все, что я вам хотела показать и рассказать сегодня. Думаю, что я ничего не забыла. Если у вас остались еще какие-то вопросы, все пишите внизу. И вообще дайте мне знать свои мысли по этому поводу. А мы с вами совсем скоро увидимся в новом видео. И всем пока-пока. До новых встреч.